Живем, значит, в бедвинском доме, и знаете, здесь столько всяких тонкостей, недочетов и всяких таких моментов, которые некоторые называют бомж-стайл, но есть немножко такая бомжеватость в этом всем оформлении. Например, видите, это вот лампа, которая висит на соплях, которая обычно дает нам свет, когда мы делаем прямую трансляцию. Это светодиодная лампа, она очень яркая, и благодаря ей мы можем снимать вечером видео. Но сейчас она не работает, потому что она внезапно от сильного ветра, возможно, да, Паш, отвалилась. И видите, она... А? Дети бесились подушками, да? А, ну и плюс сильный ветер способствовал тому, что она отпала. Паша сейчас пытается все это починить, но, не знаю, воду нам все еще не дали. А готовить-то надо, друзья мои, да, Максик, скажи? Максик проснулся, да, готовить-то надо? Ты хочешь стол? Он у тебя... Ой, ты хочешь поднять его, да, ты хочешь помочь папе? Ты хочешь помочь папе? Ну давай, вставай. Помогай папе, да, ты можешь помогать папе? Помощник юный, он все помогает. Посуду мыть помогает, готовить помогает. Папе вот чинить лампу будет помогать сейчас, да? Какой у нас растет помощник-то, а? Ох, какой большой мальчишка. Май. Ох, какой большой мальчишка. Ты кашу, что ли, ел кашу? В общем, готовить нам надо, и мы решили, что делать. У нас недалеко от нашего дома есть такой краник, в котором бесплатно можно набрать сколько угодно воды. Но она прям очень медленно бежит, поэтому папа приносит у нас воду. Эта вода, знаете, какая? Она уже не такая, как из крана, из крана хлорированная вода, да? Но еще недостаточно хорошая, чтобы пить. То есть мы ее на ней готовим, но мы на ней ее обязательно кипятим. То есть местные бедуины ее пьют, и вообще не только бедуины, вообще все ее местные пьют. То есть можно подойти, а из краника налить воды и попить. Дети говорят, что тоже пьют от этих краников воду, ну я не знаю. Но мы когда приехали, мы все равно ее кипятим, потому что, ну, во-первых, непонятно, что там за трубы в кранике, во-вторых, непонятно, что там вообще за бак в этом кранике, ну и в-третьих, она вот даже на внешний вид более мутная. Бутылка еще, знаете, другого цвета. Но вообще вот эта вот вода покупная, вот эта вот вода набранная из... покажите мне, как правильно, из этих вот источников. Видите, а в двух бутылках по-разному смотрится. Я думала, вот эта питьевая, а нет, это тоже краникова, да? Короче, эту воду мы используем для того, чтобы готовить супы, там, каши, тушить, ну, что угодно, да? И вот у меня есть две чашки. Сейчас я сюда налью воду, чтобы помыть овощи и приготовить. У нас осталось много лука. Надо все это доесть, потому что мы буквально послезавтра, у нас, видите, осталась зелень, осталось много лука и батат. Надо все помыть, все, холодильник помыть, потому что мы уезжаем послезавтра в Шарм-эль-Шейх на два дня и там снова закупим продукты. И вот это все надо доесть сейчас, чтобы ничего не осталось в холодильнике. На самом деле, уборкой я люблю заниматься, когда Максик бодрствует, потому что когда он бодрствует, за компьютером совершенно невозможно посидеть. Поэтому сейчас я иду работать в творческую студию на нашем канале. Буду делать значки, потому что вчера обнаружили такое, знаете, штуку. Вот если открыть новую, давайте я вам сейчас покажу, смотрите, новая бета-версия открываете. Творческая студия, новый вариант на Ютубе, да? Если вы ее откроете, сейчас она загрузится. Есть такой показатель здесь статистики, вот кому интересно, статистика, да? По просмотрам, вот смотрите, просмотры нажимаете, да? Нажимаете просмотры. И вот видите, вот эти показатели, показы. То есть это то количество раз, сколько вас зрители увидели на Ютубе. То есть когда они зашли и увидели вот этот маленький значок канала ваш, сейчас я вам покажу, сейчас я серьезно открою Ютуб, покажу вам, как это все происходит. Так, Ютубчик. Вот смотрите, вот это вот, а вот это показывает, то есть сколько раз человек увидел вот такой вот ваш значок с вашим названием. Вот смотрите, наш значок с нашим названием увидели 483 тысячи раз, представляете? Вот такую картинку люди увидели, да? Вот такую картинку. А вот этот показатель в этой статистике, да, пока сколько раз посмотрели люди этот, этот, да? Ну вот за последние 28 дней общая статистика на канале, да? И то есть маленький процент, то есть представьте, вот 483 тысячи раз люди увидели вот этот маленький значок, и только 49 тысяч перешло. Это говорит о том, что этот значок не кликабельный. То есть вот этот значок неинтересный. То есть у нас, получается, люди видят значок, но они не хотят на него нажимать. И название, возможно, не привлекательное. Но значок имеет большее значение, потому что, видите, вот, например, куда вы нажали бы, да, здесь? То есть вот такой вот формат, вот эта семья Бровченко, но нажимают именно те, кто хочет посмотреть. Видите, не очень читаемый, не читаемый текст, да, вот это все, да? А вот это, например, интересно. То есть сюда хочется нажать. Там, да, вот сюда хочется нажать. Вот это может быть, да? Вот эти вот ролики, вот эти, например, ролики, они как бы, ну, так себе. То есть вот Дмитрий Троцкий я бы нажал только потому, что я знаю, что это Дмитрий Троцкий. А тут вообще не его канал даже, да, и там даже не написано. То есть, ну вот понимаете, да? То есть вот такие вот значки, вот такие вот, вот такие вот, это не очень правильно. Вот у нас таких много значков на канале, и, короче, надо их все менять, потому что иначе получается полная неприятность и очень плохая статистика. Видите, ну вот куда бы вы хотели нажать? Вот никуда, да? Вот на этот значок люди нажимают, вот на этот вот каникулы, вот его и смотрят, вот его и смотрят, да? А остальные видосы вообще как бы, ну то есть ни о чём. Вот так вот, друзья. Пойду работать, сынчики менять. Сегодня я снимаю с этой палкой. Вот, и... Очень поражена такая проблема. Я потерял Элёша телефон. Вот, серьезно. И это, блин, очень плохо. И в 10 сказали, что я должен заработать как-то на свой телефон до Нового года. У меня есть время непримерно. Вот. И как-то он заработать будет. Вот, до Нового года. И... Так вот. Как я его потерял, всем спросят. В просьбе я пошел вчера гулять с телефоном. Он не вчера, а позавчера. Я уже его потерял. Гуляем мы с Максиком по улицам Дахаба. И с собак очень много, как обычно. Очень красивые цветы. Пальмы. Есть дом. Интересный такой. Произведение искусства своеобразное. У него даже, знаете, в унитазе цветочки растут интересно. А самое интересное, вот эта улица, вот эта сцена. Сцена черепахи, рыбы, осьминог. Творчество, в общем. Все, кто как может, так реализуется. Вот так вот. Да, Максик? Максик, придай привет. Мне очень нравятся на этой улице, конечно, цветы. Такие цветы очень приятно смотреть. Красиво. Они круглый год. Вот мы были здесь летом, весной. И они все цветут. Вот так вот. Та же улица с цветами продолжается таким вот произведением искусства. Море. Море нарисовано, да? Море, горы, кораблик. Лодочка, точнее солнце. На закате, наверное. Хотя здесь это на восходе, возможно. Закат с другой стороны. Вон там закат. Вон там закат. Слышите крики? Я думала, это дети плачут, короче, кричат. А это кошки. Слышите? Так вот идешь, идешь. Думала, что такое? Кто так мучает детей? Только они так кричат сильно. Оказывается, это коты орут. Вообще так дико орут. Так же так. О, что Максик делает? Строит башенку, да? Нашел тут башенку, с бутылочками играет. Мы делаем, готовим кушать. У нас, видите, как жизнь идет. Кушать готовим, блинчики и параллельно работаем. Понравились? Да. Сейчас мы взяли очень классную работу. Ну, пока не будем сказать, попозже, да? Как ты уже показал уже? Ничего не понятно. Потом вам попозже расскажем. Нам очень нравится, да? Ну, не знаю. Баш, ну что ты меня от головы снимаешь? Сейчас вот все ваши каналы выглядят вот таким вот образом. У кого-то вот так вот. У кого-то вот так вот. У кого-то вот так вот. У кого-то вот только создан канал. А, ты видел? У кого-то вот так вот. Я интересуюсь информкой и программированием. Дальше... Чем еще интересуюсь мной? Интересуюсь, опять же, интересными, ну, новостями.